И батареи, канализацию, воду. Так сейчас выглядят кабинеты в первой школе Суража. Вместо парты учебников сухие смеси, банки с краской, строительные растворы. Зам губернатора Николай Симоненко заверяет главу региона. Все под контролем. Но все равно за каждым ремонтом школ нужен глаз да глаз. Работы идут и все должно у нас получиться. Хотя, как я сказал, объем очень большой. Объем очень большой и у меня тоже он вызывает настороженность и волнение. Это именно капитальный ремонт школ. Почему? Потому что, как я сказал, мы, если взять на территорию России, то, наверное, один из регионов, у которых больше всего капитально ремонтируем школу. Проверить ход работы во время капитального ремонта первой школы в Сураже приехал губернатор Александр Богомаз. Депутатов в поездке представлял спикер Думы Валентин Суббот, а власть федеральную Андрей Дьячук. Поехали посмотреть те стройки, которые идут. А стройок у нас в Брянске идет очень много. Мы вошли в федеральную программу по капремонту наших учебных заведений, школ. И мы сегодня капитально ремонтируем 30 объектов, 30 школ разных районов нашей Брянской области. Это объем финансирования более миллиард рублей, по-моему, миллиард 300. Это большая работа, сложная работа, потому что всегда проще, словно говоря, построить здание, коробку, чем потом ее привести в нормативное состояние или сделать все отделочные работы, всю сантехнику, электротехническое оборудование привести. А мы сегодня в всех этих школах полностью меняем и сантехнику, и отопление, и электроосвещение, и плюс все ремонтные работы как внутри, так и снаружи. Первая школа в Сураже – ровесница Анны Герман и Леонида Куравлева. Год создания – 1936. По-двоенному основательно, с высокими потолками и широкими окнами. Но время идет. Нынешний капитальный ремонт – едва ли не первое масштабное преображение. Работы начались на объекте 10 мая. Это ремонт системы отопления, фундамент, фасад, замена окон и дверей, внутренняя отделка. Деньги в большинстве своем федеральные, но и доли областной казны есть. Покрытие, соответствующие, реноли, электрику они отсюда уже начали, все заложили, идут туда. Раскабили, отопление мы меняем все. Все, 100% бонус. От вода, от теплокамеры и батареи все меняем. Когда вышли на улицу оценить фасад, суражские власти озвучили еще одну проблему. Территория у школы большая, мастерские есть, свой сад с грушами, пищеблок. Но вот для райцентра школа маловато. На данный момент там занимается во вторую смену 307 человек. Всего учащихся 509. Занятия проходят с 8 до 8 вечера. В спортзале даже порой занимаются не один класс, а два класса, если это начальная школа. На сегодняшний день вот эта самая большая загруженность не дает в равных условиях, как сейчас в целом идет политика для занятия наших учеников, в равных условиях. Но невозможно проветрить, невозможно убраться. Проблему решали тут же. Прикидывали, что делать, как помочь юным суражанам. Эти школы, что и Романа Абрянская, и Старом Аэропорту. На Флотской, что вы дали. За два года, Александр Васильевич. А вот если за областной бюджет. Как бы складываться. Давайте, делайте документацию. Да. Документацию делаем на пристройку. А потом посмотрим. В общем, делаем документацию, определяем сумму. То есть мы решаем так, что мы школу новую не строим, суража, да? А мы делаем пристройку. Да. К этой школе. К этой школе. В кабинетах первой суражской пока пахнет побелкой. В спортзале краской. Но работы должны завершиться к первому сентября. На совещании у школы озвучили. Не дня простоя. Количество людей на объекте увеличить. Успеть до 30 августа. В эту дату у школьников пробный день, а у строителей подрядчиков час икс. Мария Сергеенко, Виктор Левченков, Александр Власов. События Сураж.